Всем привет, я Дмитрий Рогачёв, и я продолжаю вам рассказывать о Мюнхене. За моей спиной мост Хаккербюкке, один из самых известных в Германии мостов через железную дорогу. И известен он тем, что каждый вечер он становится точкой встречи огромного количества местной мюнхенской молодёжи. Мост Хаккербюкке находится рядом с главным железнодорожным вокзалом Мюнхена, первый под которым проезжают поезда. Он был построен в 1890-1894 году компанией MAN, машиненфабрик Аугсбург-Нюрнберг. До этого рядом в течение 20 лет был другой железный мост. Конструкция моста – 6 металлических арок длиной 28,8 метра и высотой 8 метров на каменных опорах. С момента строительства мост несколько раз ремонтировался, в том числе восстанавливался после частичного разрушения во время Второй мировой войны. Конструкция моста не менялась, по центру проезжают автомобили, а по обе стороны металлической конструкции ходят пешеходы. Здесь же около моста с южной стороны есть большая дорожка, предназначенная для велосипедистов, есть лестница и есть возможность спуститься примерно на уровень путей. Конечно же выйти на железную дорогу вам никто не позволит, но вы можете посмотреть на неё гораздо ближе. И я не понимаю почему, но здесь нету ни одного места для сидения, вообще ни одной лавочки. Видя такой интерес у молодёжи, почему бы не поставить здесь самые обычные лавочки и не сделать какую-нибудь более продуманную смотровую площадку. По крайней мере здесь чётко видна велодорожка, пешеходная дорожка. Вот, например, поезд австрийских железных дорог отправляется куда-то на стоянку. Но здесь нету ни одной точки, куда я бы мог пристроить свою пятую точку. Сегодня серый и дождливый вечер. И, к сожалению, здесь практически никого нет. Но у меня, конечно же, есть кадры, которые я снял в один из вечеров с прекрасным закатом. Когда огромное количество молодёжи сидело и отдыхало, как умерит, с видом на прекрасный закат. Сегодня мюнхенская молодёжь приходит сюда или приезжает на велосипедах, забирается на металлоконструкции и отдыхает. Есть и компании парней, и компании девчонок, и парочки. Где-то просто веселье, где-то музыка, где-то простой отдых с красивым видом, а где-то кое-кто собирает бутылки. Это тоже часть всего антуража. Некоторые из них очень приветливые меня, туриста, не скрывающего съёмку на экшн-камеру, восприняли очень позитивно. Не удивлюсь, если здесь у каждого из вас могут появиться новые знакомства, и не только железнодорожные. Хотите верьте, хотите нет, но мост настолько популярен, что на нём вешают замочки. И что, сюда реально приезжают мюнхенские пары для того, чтобы повесить замочек и выбросить ключик? Ну, обычно ключ выкидывают в какой-нибудь водоём, озеро, реку. А теперь, господа знатоки и комментаторы, Внимание, вопрос. В окно какого поезда прилетел последний ключ? Все варианты вы видите сейчас на своих экранах. Поезда уехали, и надеюсь, что вы успели написать комментарий. А я продолжаю. Много лет назад в этом месте была построена диспетчерская, потом она обновлялась. В 1972 году под мостом появилась станция С-Бан, на которой поезда стали останавливаться вместе с официальным открытием системы. Сразу за ней начинается туннель под центром города, поэтому здесь проходят поезда всех линий из центра. В 2009 году здесь же рядом появился ЦОБ, или ЗОП, или просто Бастришн, как говорят туристы. Полное название – Централер Омнибус Банхоф Мюнхен. Этот автовокзал вам может и не понадобиться, но у него есть прекрасная терраса с видом на многочисленные пути вокзала. Так что будете в Мюнхене, любите железную дорогу, приезжайте сюда. На этом на сегодня все. Хотите еще больше интересных железнодорожных репортажей с разных точек России и Европы? А может быть не только России и Европы? Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте поддерживать мой канал. Ваша поддержка – это лучший повод развиваться. Пока!